Для новичкова хочу дать краткую информацию о том, чем мы с вами будем сегодня заниматься. Сегодня мы вам в очередной раз продемонстрируем практическую работу по методу управляемой, вернее по методу ментальной и психоэмоциональной саморегуляции. На чем основан данный метод? Он основан на том, что по моему глубокому убеждению, а так оно и есть на самом деле, все буквально расстройства нашего здоровья носят психосоматический характер. То есть каждое заболевание имеет свое энергоинформационное обеспечение, которое лежит в области образа мысли человека и его психоэмоционального состояния. Данная методика базируется на открытии того факта, что все наши элементы плана нашего сознания записаны на внешней полевой энергетической структуре. Но нужно в двух словах сказать о том, а что же такое вообще план сознания. Вообще план сознания человека строится по семи основным аспектам. Но вы уже понимаете, что семь основных аспектов, они записаны в атрибутике энергетических центров человека, чакр. И вот не будем брать все семь аспектов, давайте возьмем для примера только два аспекта. Это ментальный эквивалент Сахасрара чакры и Аджна чакры. Сахасрара чакра имеет свой эквивалент, который заключается в том, что это связь с Богом, с Абсолютом. И состояние этой чакры напрямую зависит от мировоззрения человека. Что касается Аджны, то она отражает нашу способность к интуиции. Поэтому, соответственно, мы можем видеть человека, который считает себя верующим. У него, так сказать, соответствующее мировоззрение. А другой человек считает, что он атеист, он себя причислил к этой категории людей. Один считает, что интуиция – это Божий дар, шестое чувство, и без него вообще жить невозможно. А другой отрицает, вообще говоря, всякую интуицию, отдает предпочтение логике здравого смысла. Вот два аспекта. И мы можем видеть при этом человека-атеиста, который отрицает интуицию. Это первый вариант. Есть человек верующий, но отрицающий интуицию. Это вам второй вариант. Дальше есть человек верующий, который без интуиции жить не может, правильно к ней относится. И есть, соответственно, атеист, который и отрицает интуицию в том числе. То есть, получается, четыре варианта. Вот если мы возьмем все семь аспектов, то вы понимаете, какое огромное количество может быть вот этих сочетаний различного рода программ. Если даже мы возьмем две противоположные программы, одна положительная, другая отрицательная, и проверим, сколько может быть сочетания, то мы получим следующую цифру. Но перед этим я должен оговориться, что чакр-то у нас семь, а центров-то у нас двенадцать энергетических. Почему двенадцать? Потому что верхний центр и нижний имеют по одному конусу энергетическому, а все остальные имеют по два. Итого получается двенадцать. И бывает так, что при правильной позиции сознания, по тому или другому аспекту, у человека чакра закрыта спереди, но заблокировано сзади, а бывает наоборот. Так вот, количество возможных сочетаний из двенадцати центров по два возможных варианта дает цифру, которая равна двум в двенадцатой степени. Но это четыре тысячи ноль девяносто шесть вариантов. Владение данной методикой позволяет любой из этих вариантов расшифровать, разложить его на составные элементы и определить, какая программа правильная и какая неправильная. Указать ту программу, возможную, которой пользуется человек, и дать ему рекомендации по изменению этой программы в пользу правильной программы. Сама методика заключается в том, что человек добровольно, осознав несостоятельность той программы, которой он пользуется, заменяет ее на рекомендуемую программу, осознав последствия действия той программы, которой он пользовался до этого. Мгновенно, со скоростью мысли, внешняя полевая структура приходит в норму. Ну, что это значит? Был центр закрыт, он тут же открывается, как только человек переходит на правильную программу. Если были деформации полевой оболочки, значит, несимметричность поля, локальные впадины, то это тоже мгновенно исправляется. А поскольку тело имеет инерцию, то, естественно, телесные ощущения вам придется очень долго ждать. Ну, 10, может быть, 15 секунд. Это необходимое время для того, чтобы прошли какие-то элементарные переходные процессы в нашем организме. Если была бы головная боль, то она уйдет не сразу, она уйдет через 7-10 секунд, понимаете, без всяких таблеток. Потому что, если мы возьмем головную боль таковую, то мы должны понимать, что головная боль – это следствие обезвоживания мозга. Причина обезвоживания мозга, она кроется в разных причинах. Вернее, причина может иметь разные, в свою очередь, причины. Допустим, человек просто элементарно употребляет мало воды. И тогда происходит обезвоживание мозга. И когда мы пьем таблетки логерной боли, запиваем это дело водой, то еще не факт, что срабатывает таблетка, а не срабатывает та вода, в которой вы запиваете эту таблетку. При различного рода нарушениях мозгового кровообращения, соответственно, определенные участки мозга не получают достаточного кровоснабжения, а, соответственно, нарушается водный баланс. Отсюда и головная боль. Достаточно просиметрировать поле, обеспечить нормальную циркуляцию крови, которая обеспечит подачу той же самой жидкости нашему мозгу, и головная боль проходит. Ну, это пример элементарный самый для понимания, как это практически происходит. Вы увидите при практической работе, которая будет сегодня проведена с любыми желающими. Значит, как проводится отбор людей, с которыми я, допустим, сегодня буду работать. Это не постановочные совершенно вещи. Это совершенно незнакомые люди, которых я никогда и не видел, и не слышал. Но единственное требование к ним, чтобы мы могли с ними работать, а вы могли это видеть, как они работают, у них должно быть соответствующее техническое обеспечение, которое позволяет проводить дистанционную работу на уровне видео и аудиообщения. Поэтому любой из вас, кто хочет попасть на такой благотворительный прием, может это сделать. Но опять повторяю, единственное препятствие, это заключается только в том, чтобы вы были в надлежащей степени подготовлены технически, имели надлежащие технические средства. Но если вы сами это не можете сделать, то должен быть рядом какой-то человек, который вам это может помочь вам с этим делом разобраться. Но я хочу еще раз вернуться к вопросу математического, подсчета возможных вариантов. Для чего я это делаю? Ну, в списке заболеваний человека, который формирует Всемирная организация здравоохранения, присутствует около пяти с половиной тысяч различных болезней. Как на самом деле? Я вам уже сказал, что если чакра наша с вами, одна закрыта, другая открыта, то есть мы берем два варианта для каждой чакры. Мы даже не учитываем степень их раскрытия, определенную дискретность, потому что у нас, если чакра открыта, она может быть открыта на 10 градусов, на 15, на 20, на 80, на 90 и так дальше. То есть я не беру вот эти дискретные значения, которые в значительной степени могут увеличить количество этих сочетаний. Я беру только два варианта. Значит, 12 центров, два варианта для каждой. Итого получается 4,096. Но следующим открытием, которое было сделано в процессе работы над созданием данной методики, является тот факт, что на ментальном теле человека центр энергетический может быть открыт, а на астральном он может быть заблокирован. Поэтому сюда нужно добавить еще 4,096 вариантов, допустим, которые относятся к ментальным теле. Общее количество таких сочетаний будет уже 4,096 в квадрате. Но это уже гораздо больше, чем 16 миллионов. Ну, 5,5 тысячи, 16 миллионов. А это только по чакрам. А существует еще 14 различных конфигураций поля, имеется в виду на уровне тотального смещения. Ну, тотальное смещение – это когда вертикальная ось тонких тел смещается по отношению к телу физическому, к оси тела физического, вертикальной. Так вот, здесь тоже может происходить такая вещь, что тело ментальное симметрично, а астральное несимметрично. Они могут быть в противофазе вообще. Вот тогда нужно это число более 16 миллионов умножить еще на вот эти вот 14 вариантов возможных деформаций тотального характера полевой оболочки. А дальше умножить еще на 12, да? То есть это еще на 14, это еще, значит, получается в целом на 196, да? Ну, цифра огромная. Помимо блокирования центров и тотального смещения поля, есть то, что называется локальная впадина. Это вмятина в полевой оболочке. Вообще, общее количество впадин, которые могут вообще присутствовать, как таковые, ну, их более 30. Более 30. Ну, вот мы недавно работали, динвестировали человека, мы только у одного человека нашли 7 локальных впадин. Понимаете? Поэтому у человека может быть не одна локальная впадина, не две, их может быть и 7, их может быть и 12. Так вот, они могут быть в разном сочетании, в разном наборе. Ну, короче говоря, общее количество нарушений внешней полевой структуры, которые могут привести к тем или другим заболеваниям, оно, вообще говоря, стремится к бесконечности. Ну, наверное, было бы нелепо, если бы я задался целью, каждый из этих бесконечного количества вариантов расписать и расписать возможные последствия, которые они вызывают. Ну, это получилась бы книга, которая, наверное, не поместилась бы в каком-то помещении достаточно крупном. Ну, а вы бы ее читали, эту книгу? Ну, естественно, нет. Поэтому работа здесь ведется очень просто. Мы обнаруживаем каждую отдельную программу, объясняем человеку последствия использования данной программы, рекомендуем ему правильную программу, ну, соответственно, он с ней добровольно соглашается, и происходит то, что вы увидите сегодня на экране. Субтитры создавал DimaTorzok